Я дома. Аминь. Я вот думал о тех людях, которые отдали свою жизнь Господу. И меня так удивляет то, что мы не только у нас костюмы одного цвета с пастором Вадимом, но мы думаем одинаково, у нас Дух один. Он говорил о славе Божьей. Он говорил о том, где Иисус сейчас находится. Он сейчас в небе во славе Своей. И я хочу, чтобы вы поняли, что Бог уже заранее предназначил вам судьбу славы. И даже если тебя опустят в колодец. Не имеет значения, какую битву ты проиграл. Не имеет значения, если ты слаб в чем-то. Бог будет с тобой, и Он вытащит тебя. И будет переводить тебя из славы в славу, из силы в силу. И это то, что только что произошло с этими людьми. Аминь. Поэтому повернись к своему соседу. И скажи своему соседу. Бог заранее предназначил тебя к славе. Давайте поблагодарим Бога. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Присаживайтесь. Слава Господу. Я привез вам приветствия из Канады. Приветствия от моей семьи. И я здесь, чтобы поблагодарить вас, проявить свою любовь к вам, чтобы оснастить вас. Чтобы оснастить вас. И чтобы послать вас. Послать вас на миссионерское поле. Вот для этого я здесь. И сегодня мы будем говорить о том, что же это такое, когда твоя судьба предназначена к славе. Вы услышали это? Вы изначально были предназначены к славе. И это не значит, что ты просто такой сидишь, ничего не делаешь, и слава приходит в свою жизнь. Но Бог даст тебе победу. Бог даст тебе обещанную землю. Потому что Библия говорит, что мы переходим от славы в славу и от силы в силу. И так, мы изначально были созданы для того, чтобы быть победителями и быть в славе Его. И я хочу помолиться о вас. Послушайте. Господь благословит вас и сохранит вас. И лицо Божье будет сиять на вас. И Его благоволение будет на вас. Господь поворачивает Своё лицо к вам. И даёт вам мир. Мы живём в начале нового сезона. Новое начало. Новый период в нашей жизни. Вот закончилась зима, и мы входим в весну, да? И в нашей духовной жизни мы тоже от сезона к сезону переходим. И каждый день Его милость, Его милосердие обновляется для нас. И так, что же будет происходить в нашей жизни? В этом новом сезоне, в 2017 году, Его милость абсолютно обновилась для твоей жизни. Его благодать, она новая для тебя. Его милосердие обновилась для тебя. Его любовь обновилась для тебя. Прошлый год, прошлый сезон, он закончился. Этот сезон в вашей жизни уже завершился. И вы уже не можете ни сказать, ни сделать абсолютно ничего, что изменит прошлое. Это закончилось. Но сейчас, сейчас Бог говорит, я с тобой. И я буду с тобой. И я буду идти впереди тебя. И я буду позади тебя. И я буду с тобой. И мой Дух будет с тобой. И ты будешь моим сыном. И я буду любить тебя. И милость и благодать я буду изливать на тебя. Не надо оборачиваться назад. Для тебя там уже ничего нет сзади. Но смотри в будущее. Впереди твоя земля обетованная. Там Бог находится. Он впереди, Он ждет нас. Просто ухватись за Его руку. И позволь Ему вести тебя. Позволь Ему вести тебя. Потому что Бог — это Бог нового начала. Да? Да? Если вы изначально предназначены для славы, я знаю, что все вы проходите через битвы. Я знаю, что все мы попадаем в глубокие ямы. Я знаю, что все мы падаем. Но Бог — это Бог возможностей. Это Бог исцеления. Он живой. Иисус живой. Дух Его здесь. Он здесь, с тобой и в тебе. Аминь. Итак, когда твоя судьба — это слава Божья, Бог даст тебе новые возможности. И знаете, мы сейчас на пороге нового сезона. День за днем Бог будет с тобой во всем этом сезоне, когда ты будешь с новыми битвами и вызовами встречаться. И впереди нас Новый год, новый сезон, полный новых вызовов. Знаете, Украина меняется. Потому что Бог — это Бог возможностей. И в этой земле есть пробуждение. Просто вопрос времени, когда оно уже взорвется, когда это духовное пробуждение будет явным. И вы уже сейчас посылаете миссионеров за границу. То есть, эта нация, она меняется. Потому что Бог дает церквям и нам, как христианам, новые возможности и новый шанс меняться. О, но так я же бедный. Ой, но у меня же ничего нет. Это то, что дьявол хочет, чтобы ты верил. У тебя есть богатый Папа. У тебя есть сильный Папа. У тебя есть смелый Папа, который всегда все превозлагает. И он существует повсюду. Не склоняй свою голову. Больше не надо склонять голову. Достаточно уже врагу заставлять тебя стыдиться. Пусть Господь ведет тебя. Потому что Бог — это Бог хороших возможностей. Новый сезон. И сейчас я хочу начать с того, что я расскажу историю о моем друге из Канады. Он такой темный парень. Он из Сомали. Его зовут Майк. Сейчас ему 43 года. Когда ему было 13 лет, он жил в Сомалии, в Магадишу. Он был сыном пастора. И в то время в его стране была гражданская война. И в то время в Африке была охвачена просто этими гражданскими войнами. Очень много было насилия. То есть правительство воевало с повстанцами. И никто не понимал, за что они вообще воюют. И поэтому повстанцы, они брали детей вот возраста 12-13 лет и делали их солдатами, чтобы они воевали за повстанческую армию. Просто воровали детей. И то же самое правительство хотело делать. И вот пришел момент, когда отец сказал этому парню, настанет время, когда я хочу, чтобы ты выехал из страны, потому что я не хочу, чтобы ты участвовал в войне. Я хочу выслать тебя. Ты поедешь в Судан. И этот 13-летний мальчик он говорит, о, классно, я на самолете полечу в Судан. И они все это спланировали. Через неделю приходит папа, хватает сына за запястье. И говорит, быстро-быстро садись на этот мопед, потому что идут повстанцы забрать тебя. А ребенок говорит, как, я не на самолете полечу? Он говорит, нет, быстро садись на этот мопед и уезжай отсюда. Он говорит, а что мне делать? Кого я там буду искать в Судане? И папа говорит ему, по дороге в Судан ты встретишь человека, и он позаботится о тебе, то есть он будет тобой заниматься, не переживай. Поэтому везде, куда ты будешь ехать, просто ищи этого человека. Он сел на мотоцикл, на мопед и уехал. Через пять километров его повстанцы схватили и забрали его. И следующие пять месяцев он в джунглях жил, ходил. Ему нужно было носить тяжелые грузы, но у него было благоволение как бы в глазах одного из этих повстанцев. Поэтому этот повстанец его кормил, он заботился о нем. То есть длинных пять месяцев прошло. И он слышал, как постоянно они воюют, он слышал выстрелы. Он постоянно пули летали над головой. Помните, это мальчику 13 лет сего. Он, конечно, он боится, конечно, ему страшно. Итак, через пять месяцев они дошли до границы с Суданом. И потом повстанцы выпустили, отпустили всех детей, которых они украли, которые на них работали. И во всем этом путешествии о нем кто-то заботился, его кормили, и ничего не случилось с этим парнем. И так он добрался до Судана и начал искать этого мужчину, о котором говорил его папа. Но никто о нем не знал, никто ему не отвечал. И он оказался в лагере. Итак, он оказался в лагере, в котором были женщины, которые потеряли мужей и там с детьми. То есть было много детей там. Они не знали, что делать. И тогда он добрался до телефона, позвонил папе и говорит, папа, ну я здесь уже. И он сказал, папа говорит, повстанцы идут в Судан. Поэтому тебе нужно дальше бежать и искать того человека, которому я говорил. Этот человек позаботится. Он будет кормить тебя. Он будет хранить тебя. И этот парень снова пустился в бега. И следующие пять месяцев он пробирался к Египту. Когда он добрался до Египта, теперь он начал искать белого человека. Он думал, что этот человек должен быть белым. Но в Египте все белые. Опять он попал в вот такой лагерь для беженцев. И он был сыном пастора, вы помните. И в этом лагере он начал небольшую библейскую группу. Позвонил папе и говорит, папа, я добрался до Египта, я жив-здоров. Где же этот человек, который обо мне позаботится, ты сказал? И пастор говорит своему сыну, ты от голода умирал? Ты голодный сейчас? И сын говорит, нет, не умирал. Он говорит, ага, значит, Бог в этом позаботился о тебе. Тебя ранили? Он говорит, нет, не ранили. А папа говорит, значит, Иисус позаботился о тебе. Вот этот человек, который о тебе заботится. Ты не один. Ты никогда не был один. Я хочу вам сказать, что он сделал. Когда он начал эту маленькую группу по изучению Библии, мальчику 13 лет, но люди начали собираться вокруг него. Он только что пережил самое страшное путешествие в своей жизни. Он видел так много мертвых людей. Он был, ну, в рабстве. Его похитили повстанцы. Он видел, как ужасные вещи совершали люди. Когда он добрался до Египта, однажды ночью Бог проговорил к нему и сказал, насаждай церковь. Он сказал, так мне же 13 лет всего. Но он был послушен. Сегодня сейчас в его церкви 4 тысячи человек. И он там уже не служит. Он в Канаде. То есть, что церковь в Египте 4 тысячи. То есть, когда Бог говорит, что ты изначально предназначен для славы, то не имеет значения, в рабстве ты находишься или тебя похитили. Если сегодня ты страдаешь, если сегодня ты где-то в глубокой яме, если ты в колодце где-то, но ты предназначен для славы Божьей, Божья воля совершится в твоей жизни. Его воля не твоя воля. Его воля не воля людей. Даже если мы проходим долиной смертной тени, Он не оставит тебя и не покинет тебя. Потому что ты изначально предназначен для славы Божьей. Бог благ. Всегда. И всегда Бог благ. Он Бог возможностей и нового сезона. Послушайте, когда груз очень тяжелым становится, подумайте о Нем. Думайте о том, что Я предназначен для славы. Люди ждут вас. Но когда ты сидишь и жалеешь тебя, когда ты сидишь и сокрушаешься от твоей жизни, ты перестаешь думать о том, что у Бога есть план для тебя. В Иеремии говорится, что еще до начала, до рождения Бог знал нас. Еще до того, как мы были зачатки, у Бога были планы о здоровье, о процветании для нашей жизни. Это Бог, которому мы служим. Вот это Бог, который у нас есть. Аминь. Поэтому, даже если ты идешь через долину смертной тени, я не знаю, какие у тебя обстоятельства. Я не знаю, был ли у тебя сегодня завтрак или нет. Я не знаю, есть ли у тебя что-то принести на приношение. Но я хочу сказать, что Бог предназначил тебя для Своей славы, для большого служения, для тысяч людей, которые обратятся к Богу, для того, чтобы твой бизнес процветал, для того, чтобы твой брак был крепким, для того, чтобы дети твои вернулись, для того, чтобы ты возлагал руки на больных, и они были здоровы. Чтобы, когда ты говорил, люди обращались к Богу. Чтобы, когда ты говорил, люди подчиняли свою жизнь Богу. О, это у меня такие тяжелые времена сейчас. Нет, ты предназначен для Славы Его. Пусть Дух Святой потрясет тебя. Позволь Духу Святому зажечь тебя огнем. Пусть Свет Божий придет в твою жизнь и даст тебе пробуждение. Не сдавайся. Сейчас не время сидеть и просто ждать, когда придет Иисус. Но это время идти и совершать свою работу. Потому что, когда ты предназначен для Его славы, ты всегда знаешь, что лучшее еще впереди. Бог благ. Помните, я вот тот человек, который 9 месяцев назад должен был умереть от сердечного приступа. Но лучшее еще впереди. В Плаче Иеремии 3.22.23 говорится. Плач Иеремии 3.22.23 По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Аминь. То есть, Его любовь, Его законы, они никогда не заканчиваются, не останавливаются. И Его милость, она обновляется каждый день. Каждый день. Вот почему мы живем в Новом Завете, а не в Старом Завете. Вот через крест мы получаем благодать от Бога. Благодать. Что-то, чего мы не заслуживаем, но тем не менее Бог дает нам это. Аминь. И по благодати мы получаем, мы получаем то, что милость Божья обновляется каждое утро. Это величественно, это прекрасно, не правда ли? Нечего тебе уже смотреть в прошлое. Но для того, чтобы понимать это, нам нужно изменяться. Нам нужно обновлять разум. Пастор Вадим сказал, что старая жизнь осталась позади. Сейчас все новое. Знаете, чего требуется? Для этого нам нужно новое осознание себя, новая идентификация. Для того, чтобы двигаться вперед с Богом, для того, чтобы понимать. Мы должны всегда помнить, что мы созданы для славы. Нам нужно изменить свой разум. Нам нужно новое осознание себя. Потому что если у нас нет нового понимания себя, мы не можем быть изменены. Знаете, почему люди не хотят быть христианами? Потому что трансформация остановилась. И получается, что присутствие Божье, оно уже не с тобой, потому что ты уходишь от преобразования, от перемен. И поэтому, когда мы входим в новый сезон, мы должны ухватиться, мы должны вцепиться за новое осознание себя. Мой новый год жизни, мой новый сезон жизни будет не такой, как прежний. Потому что Бог пообещал. Потому что Бог ведет меня. А Бог, Он верный. И поэтому, давайте я подчеркнуть Библию к вам сегодня. Я буду говорить о Генесис 37. Хочу в Битии 37 историю вспомнить с вами. И поговорим об Иосифе, сыне Иакова. Библия говорит нам, что Иосифу было 17 лет. Он был самым младшим в семье. Из-за того, что он был самым младшим в семье. У него были очень близкие отношения с Папой. И Папа всегда наблюдал за ним. У него было благоволение в глазах Папы. Он не только был самым молодым, но у него он был очень хорошим. Поэтому можем предположить, что Папа всему о Боге его научил. Он слушал его. С раннего возраста его сердце было научено слушать Бога и поклоняться Богу. Так же, как вас Бог учит в этой церкви. Нам просто нужно, знаете, идти по следам Иисуса Бога. И Библия говорит, что в один день Папа отправил его к братьям на поле. И он говорит им, послушайте, братья, у меня такой сон был. И мне приснилось что звезды и луна и солнце они все были вокруг меня и они склонились. И он другую часть своего сна им рассказывает. Он говорит, что мы все снопы собирали и все эти снопы все ваши снопы, они стояли в круге и потом они поклонились моему снопу. И братья очень расстроились. И кто ты такой думаешь? Что ты вообще о себе думаешь? Мы старше тебя. Ты должен нас уважать, а ты думаешь, мы тебе кланяться будем? И началась горечь, недовольство в этих отношениях появилось. И они дошли до такого момента, когда уже решили убить его. Один брат не был согласен с этим. Он сказал, давайте не будем его убивать, просто напугаем. Что они сделали? Они схватили его и бросили в колодец. Но из-за того, что один брат был против, они не убили его. Итак, вот этот 17-летний парень находится в глубоком колодце или в яме. У него благоволение в глазах в глазах отца. Папа всегда был с ним, папа любил его. Он знает, что Бог любит его, он любит Бога. И тем не менее, он сейчас находится в этой глубокой яме. Как бы вы себя чувствовали на его месте? Что происходит вообще? Что случилось? Что дальше произошло? Братья не только бросили его туда, но вернулись и продали в рабство. Представляете, этот 17-летний парень реально пострадал в этой ситуации. То есть, одно дело видеть, как кто-то через трудности проходит, через какие-то казни. Но это одно. А когда ты сам через это проходишь, это совсем другая история. То есть, он не просто видел, что с кем-то произошло, но теперь его братство продали. И когда пришел брат Руим, который не хотел его убивать, увидел, что его нет, и очень огорчился тоже. Просто представьте себя в ситуации Иосифа. Хотя он был сыном Божьим, и он был любимым сыном своего отца, он прошел через вот эти тяжелейшие испытания. Я вот слушаю эту историю, думаю, Боже, бедный ребенок вообще. Какая ужасная, грустная история. Господь, ну как такое вообще могло произойти? Папа, почему ты ничего не сделал? Почему ты никак своему сыну не помог? У нас есть много вопросов. Много вопросов. Но что дальше происходит? Он, как раб, он попал в город, и теперь он был рабом, и снова его продали. Он начал служить в другом месте. До того момента, когда люди уже начали замечать в нем благоволение Божье. Хотя он был просто слугой. Он был рабом, но люди видели, что он особенный, что благоволение Божье на нем. И хотя он был рабом, он начал сиять. Но снова все закончилось тюрьмой. Из-за того, что он правильно поступал. Он не хотел совершать прелюбодеяние. Он отказался от того, что предлагала женщина. И он оказался в тюрьме, где проводил время. И вы поняли, да, в тюрьме он оказался, потому что он не хотел неправильно поступить. И там было еще два узника. Узники, которые работали у фараона. Тот, который чашу ему подавал, и еще один. И он начал рассказывать им свою историю. И затем, когда этим... Двум этим людям приснился сон, и Иосиф истолковал его. И он говорит, когда вы выберетесь из тюрьмы, не забудьте обо мне. И первое, что они сделали, выбравшись из тюрьмы, они забыли о нем. До того момента, пока царю не приснился какой-то странный сон. И вдруг они вспомнили, что кто-то может растолковать. И тогда этот двиночерпий и второй, они вспомнили об Иосифе и вытащили его из темницы. И теперь, выйдя из тюрьмы, он оказался администратором всей земли этой. Когда ты предназначен для славы Божьей, тот колодец, та яма не определяет твою судьбу. Твое прошлое не определяет твою судьбу. Проблемы не определяют твою судьбу. Потому что, когда дьявол задумывает что-то, у Бога есть план для тебя. Он поднимет тебя. Да, ты пройдешь через долину смертной тени. Ты будешь страдать. Ты что-то будешь терять. Ты можешь заболеть. Но его план все равно победит в твоей жизни. Не план врага. Такого не может быть. Просто захватись за это слово. Держись за это слово для твоей жизни. У нас у всех есть битвы, в которых мы должны сражаться. У Украины есть битва, в которой она сражается. У тебя есть битвы, в которых ты сражаешься. Но не думай о своих обстоятельствах. Думай о славе, которую Бог предназначил. Думай о плане Божьем. Никогда не сдавайся. Вы можете сейчас сказать, ну, понятно, ты это говоришь, потому что ты в Канаде живешь. Да? Ну, вы помните, 9 месяцев назад я был при смерти. И это даже хуже, чем бедным быть. Да? Но по благодати Божьей, по вере моей, по благодати Его и милости Его, для славы Его. Когда у Бога есть план для тебя, Его слава придет и наполнит тебя. Ты ищешь работу? Может быть, ты потерял кого-то? Может быть, ты потерял жену, сына? Может быть, нет развития в твоем бизнесе? Но если ты предназначен для славы Божьей, держись за крест. Просто целуй крест. Хватайся за крест. Поднимай свои руки. Всем своим сердцем. Всей своей душой. И говори, Господь, я буду идти с Тобой всегда, весь путь. Я буду с Тобой до тех пор, пока ты не вернешься. И Анкос сказал, я не отпущу тебя, я буду держать тебя, пока ты не благословишь меня. Аминь. Мы просто разогреваемся пока. Это удивительная история. Если твой прошлый опыт, твоя прошлая жизнь была горькой, ты всегда должен помнить, что лучшее впереди, лучшее еще впереди. Возможно, ты какие-то битвы проиграл, но ты не проиграл всю войну. Потому что Бог уже выиграл войну для нас. И ДНК, которое течет в твоих венах, это не просто человеческая ДНК, но это ДНК Иисуса. Аминь? Это ДНК Иисуса. Это ДНК того, кто двигает горы. Это ДНК того, кто двигает горы. Это ДНК победителя. Это ДНК пророка. Это ДНК евангелиста. Это ДНК управляющего в Доме Божьей. Это пастора, или то, к чему ты призван. Не сдавайся. Украина, не сдавайся. Никогда не сдавайся. Вы знаете, я прям вот вижу, как Бог сейчас смотрит с ним и говорит, Вадим, сын мой, ну иди, давай, не сдавайся, двигайтесь. Это Отец, которому мы служим. Послушайте. Родители Иосифа воспитали его в познании Бога, в послушании Бога. Точно так же, вероятно, было и с другими сыновьями. Но что происходит, когда обстоятельства жизни появляются? Как повели себя другие братья? Как Божьи дети? Поэтому, если в твоей жизни прямо сейчас есть какие-то обстоятельства, как ты себя ведешь? Как ребенок Божий? Или нет? Братья Иосифа совсем не вели себя, как дети Божьи. Они пытались убить его. Они были лицемеры. Они пытались украсть его положение. Они продали его. Но мы не можем так себя вести, когда какие-то трудные обстоятельства в нашей жизни возникают. Мы должны отвечать, как дети Божьи. Мы должны быть уверены в своей победе. Мы должны быть уверены в том, что вера Божья в нас и что мы предназначены для славы Божьей. Давайте посмотрим на три пункта, которые помогут нам преодолевать ситуации, побеждать в жизни. Что спасло Иосифа от такой же реакции, как у других людей Божьей? Первое, у него было правильное мышление. У него была правильная идентификация. У него была правильная христианская личность. Вы сыновья и дочери Божьи. И это дает вам право. Это дает вам новую личность, новую сущность вашу. И это все находится в десяти заповедях и в плодах Духа Святого. Любовь, радость, мир, терпение, контроль над собой. Я буду любить Бога всем своим сердцем. Я буду любить ближнего Своего. Я буду почитать отца и мать Свою. Я не буду давать взятку. Я не буду воровать. Я не буду совершать прелюбодеяния. Вот это личность ребенка Божьего. Такое должно быть. Но братья Иосифы решили не следовать этим принципам. Итак, первое. У Иосифа было правильное мышление. В римлянах говорится, что наш разум должен обновляться, изменяться. Отец, во имя Иисуса я молюсь о новой Я молюсь о новой идентификации. Я молюсь, чтобы Ты обновлял их разум. Чтобы они верили, что это новый сезон для них. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой изменял их разум. Потому что они предназначены для славы. Номер два. У нас должно быть правильное положение. Мы должны поступать, как Божий человек. Вот это правильное мышление приведет к тому, что ты будешь стоять крепко. Вы знаете, сейчас у нас есть такая тенденция в мире, что нужно принимать тех людей, которые не мужчина, не женщина. И об абортах много говорят. И о том, и о всем нам говорят. И нас учат, что мы должны всех принимать. Мы на все должны говорить «да». Но мы должны смотреть на то, что Библия говорит. Мы должны твердо стоять четкую позицию иметь, потому что мы Божьи люди. Да, мы любим всех. У нас есть милость и милосердие ко всем. Но мы не принимаем грех. Аминь? Вот это то, что Библия говорит. И когда у тебя есть Божья идентификация, когда ты стоишь твердо на Божьих принципах, когда ты не сдаешься, ты не идешь на компромисс и не меняешь свою идентификацию, тогда Бог побеждает. Это то, что произошло с Иосифом. Номер три. Бог всегда все контролирует. Вы слышали это? Даже если ты идешь долиной смертной тени, Его план совершится. Когда ты через огонь проходишь. Когда ты будешь проходить через испытания и проблемы. Потому что враг, он хочет уничтожить тебя. Но Бог хочет благословить тебя. Он выиграет. Не сдавайся. Он все равно победит. В конце он все равно победит. Он победит. Он победит. Иосиф — это вот характер. У него есть характер. У него есть такой характер. Его жизнь — это пример для нас, что когда мы проходим через проблемы и испытания в нашей жизни, когда мы не видим вообще выхода из ситуации, нам нужно стоять в Божьей позиции. Нам нужно позволять Богу изменять наше мышление и никогда не сдаваться в вере. Я знаю, что вы страдаете. И Бог знает, что вы страдаете. Но Он победит. Его план совершится в вашей жизни, потому что Он хочет, чтобы вы переходили от славы в славу и от силы в силу. Во имя Есуса. Во имя Есуса. Во имя Есуса.